я вижу карму начнем с кармы карма карма что хочет карма сказать ну первое что мне показывают это что накрыла всех кармой вот мне показывают такой слой но не всех но какая-то территория обширная накрыта вот сейчас этой кармой это как блинчик такой сверху пространстве слои атмосферы я его вижу такая плотная энергия это кармическая она неизбежна то есть из под ее влияние можно в их выйти только поехав куда-то далеко потому что она территорию сейчас завязана такая значительная масса территории где-то 1 5 может нет поменьше где-нибудь одна седьмая например земли в общем ладно карма действует на всех поэтому всех накрывает холодная в основном эта территория не жаркие страны там жаркие другая карма это хорошо там специально так все сделано что на этой холодной территории легче как будто ее прохождение во время кристаллизации то есть охлаждает ум как будто бы то есть если было бы жара было бы еще хуже что волна заболеваний с этим тоже связана сейчас которая происходит как раз такая волна отработки можно сказать еще одна это про щитовидку мне говорят мне показывают и у тебя и у меня еще у многих вот эта проблема как раз из-за этого более это с как-то с полем связано земли очищаются тела от этого тяжесть в теле за счет снижения функции щитовидки идет то есть в телах как будто тяжесть может ощущаться мне показывают как будто сил нет то есть мне показывают что расходуются какие-то силы из полей а наполнение в исполнении как будто типа замороза жженого какого-то состояния заторможенного наполнения как будто я не скажу что оно плохо идет оно как-то недостаточно недостаточно то есть большой расход в полях идет энергии а наполнение как будто вот маленькая какая-то струйка то есть его недостаточно в таком объеме для восполнения поэтому всех может так крыть так или иначе просто у кого-то больше у кого-то меньше вот снижение функций организма то есть у кого-то щитовидка у кого-то что-то другое может быть щитовидка у тех кто эмоционально больше воспринимает не говорят через чувства через поле чувств кто через ум у того будет что-то другое у кого такой рациональный склад ума у них тоже могут быть тяжелые кстати заболевания типа даже раковых каких-то ну может быть не обязательно раковые но такие которые с телом физическим то есть щитовидка она больше к энергетическим телом относится а у кого вот кто такие прагматики больше умом мышлением пользуются больше у тех физическое больше проявление болезней ну то есть могут органы там кости какие-нибудь мышцы органы болеть потому что они тоже снижают свою функцию работы то есть не тела не успевают перерабатывать потому что у них своего ресурса мало они не перерабатывают как бы вот этот объем кармы то есть можно сказать что карма накопленная и это второе это десятка жезлов то есть взвалили на себя больше чем можем вывести то есть карма перево перевешивает чем человек может вывести как будто бы но это пройдет мне говорят то есть все равно да ну столько сколько человек вывезет просто это вот прогибаться человек будет да вот реально мне показывают эту карту как на карте нарисовано типа прогнулась полмира на себе дальше ты прогнулась вот это вот прогибание такое идет сейчас потому что много-много трудностей а человек как бы не адаптирован к этому к этим трудностям то есть это как адаптация должна быть то есть человек может вывести это все что взвали на но как будто бы человек в таком долго расслабленном состоянии жил и ну привык мало на себе тащить а сейчас много потому что накопилось там за прошлое надо еще отработать и получается что люди не вывозят они не привыкли к такому объему мне показывает такое сравнение интересное что вот как в тибете например там маленькие худенькие бабульки тащат на себе там 50 килограмм камней каких-то на голове да и ничего там нашему человеку да и столько да он сразу вообще там помрет то есть нет выносливости вот этой вот у нас к такому грузу адаптация должна быть но это конечная стадия есть конец у этого то есть ну просто тяжело у каждого по-своему кого по телу у кого по энергетике у кого по ситуациям когда это пройдет то есть неизбежность это значит не обойти никак это то есть будет так нет не можно нет нет но только адаптация поможет ускорить ничего нельзя адаптация это просто принимать и переваривать стараться маленькими порциями говорят вот есть сегодняшние задания вот переваривай сегодняшние не надо думать о завтрашних а вчерашних вот такими маленькими порциями тогда не будет тяжело то есть грубо говоря карму разделить порционно вот выдана у тебя порция кармана сегодня вот они и думай Если ты думаешь о завтра, послезавтра, что будет через месяц, ты начинаешь взваливать все эти дни единовременно на себя, и ты прогибаешься. А если ты думаешь о маленьком кусочке кармы, который на сегодня выдан, тогда всё нормально, тогда не так давит остальное. То есть надо сжаться до настоящего, до момента прохождения самой кармы. Поэтому чем больше мы во времени растянуты, тем больше, соответственно, мы взваливаем на себя груза вот этого. То есть, грубо говоря, порция умножается на время. Растягиваешь себя во времени. Вот, кстати, для чего это, опять же, дано, чтобы мы к настоящему стремились. То есть, кто в моменте живёт, живёшь в секунде, на секунду у тебя карма. Живёшь на год планов, карма на год ощущается. Вот это вот так работает. Поэтому чем больше ты в настоящем фокусируешься, то есть вот есть сейчас задание, вот делаешь это сейчас. Не думаешь ни о том, что там другое всё нависло на тебя. Тогда оно как бы перераспределяется именно согласно времени. А если ты растянутого времени, тогда она, ну, можно сказать, не соответствует своей точке координат. И те задачи, которые в другом времени, они не на то время ложатся, они как бы распространяются ещё от тебя вот сюда вот. То есть они будут отрабатываться там, но ты уже их груз чувствуешь здесь. Поэтому, получается, ты как бы растягиваешь этого времени, а проходить будешь всё равно там. То есть ты даже этим не приближаешь эту карму, потому что у неё есть своё время прохождения. Короче, рецепт один. Сузится до момента. Чем больше в настоящем, тем меньше у тебя карма фактически ощущается. Да, уже стало легче. Разгрузились немножко. Это касается тоже мечты разной. То есть не стоит сейчас о чём-то мечтать. То есть вот эта мечтательность, она тоже как будто бы создаёт растянутость во времени. Ну, я даже что осмотреть не могу. Ну, я как-то всё это... То есть надо что сделать? Надо как-то увеличить вот этот вот ресурс подаваемой энергии. Вот возможно ли сделать это? То есть силы увеличить. То есть как увеличить количество кармы? А это сузится до момента настоящего. А как вот теперь объём подаваемой снизу энергии силы увеличить? Возможно ли это вообще? Там тоже как будто снизу карма мешает. Этой подаваемой энергии. То есть какой-то прожиточный минимум как будто выдается на день этой энергии. Но её мало. Почему? Так, я не вижу, что сделать. Можно. Можно ли что-то сделать с этим? Увеличить количество силы? Только Дух Святой и Божественная энергия. Но мы как будто её не слышим. То есть это напоминает мне, как у ковида есть такая тема, да? Когда давление на психику идёт, и человек не соображает, что он делает. Вот тут есть тоже такая тема. Мы как будто не видим, как некая заслонка ума. Вот тумана нагнали. И человек, он не видит, не воспринимает, где эту силу взять, где Бог. Он как отделён от Бога получается. То есть вот некий туман такой, муть, в общем, какая-то. Муть затмевает вот эту силу. Ну, это мне напоминает очень сильно ковид, только это другое нечто. Не как болезнь, а вот какое-то энергетическая такая штука. Но функция такая же у неё. Вот это затмевание сознания только теперь в каком-то новом апгрейде. Как будто иллюзия такая, что мы не можем силу свою брать. Но на самом-то деле мы её можем брать. Мы просто... Это как верование вот в эту иллюзию, что силы мало. Но на самом деле она неисчерпаемая. То есть больше... Ну, надо к Богу прямо очень сильно прийти. Не верить в эту иллюзию. Потому что она сильна. Она массово поражает. То есть как на коллективное сознание давление идёт. Коллективного сознания штука. Ну, я вот говорю, очень мне сильно напоминает то, что вот в самом начале ковида я видела. Только это уже другая какая-то стадия. Она просто по-другому совсем работает. То есть не надо верить в то, что силы нет. Или силы мало. Вот вообще не надо верить в эту иллюзию. Когда ты в неё не веришь, у тебя сразу сила идёт. То есть вот эту пелену надо снять. Затуманенность сознания. Мы живём в нескончаемом количестве энергии божественной. И её не может не быть. Вот я смотрю, энергия сразу идёт. То есть фактически это наш выбор. Нет ограничений. Ограничение — это иллюзия. То есть нет ограничения в этой энергии. Поэтому мы можем её черпать сколько угодно. То есть вот эта иллюзия, она просто взяла какую-то силу на людей давлеть, что им кажется, что у них мало энергии. Но как только они перестают в эту иллюзию верить, энергия сразу открывается. Причём она открывается моментально. То есть бери и заполняйся. И даже более того, она может вообще идти таким потоком, что очень легко будет перерабатывать эту карму. Карма никуда не денется, её всё равно придётся перерабатывать, но она очень легко перерабатывается. То есть даются все ресурсы на её переработку. Например, нет денег, тебе даются деньги. Легко. Нет там сил, здоровья, тебе даются здоровье. И силы. То есть снять иллюзию. Тумана. Она выглядит как туман. Иллюзию бессилия. Вот эта иллюзия называется бессилие. Иллюзия. То есть нет её фактически. Это просто туман. Туман можно рассеять. То есть туман фактически этот, он даже не уходит никуда, но он не имеет власти просто над человеком. Он так и будет здесь пребывать столько, сколько ему надо. Вот история идентичная с ковидом. Такие же функции, просто другая форма у него. Он подавляет какие-то функции человека. Функции организма в том числе. Но как только ты в него перестаёшь играть, верить в этот туман, разотождествляешься с ним, он теряет свою силу. То есть он не властен как-то на тебя влиять. То есть, как только ты снимаешь эту иллюзию бессилия, ты сразу в своей силе, всё, и он на тебя уже не может действовать. То есть он также остаётся здесь, но будет он здесь столько, сколько запланировано для него. Но он уже не действует тогда. И сразу появляются силы, ресурсы, и карма проходится легко. То есть ключ такой. Карма может быть жёсткой, если её распределять во времени, то есть себя растягивать во времени, взваливать на себя как бы не то, что на день выдан, а некий концентрат вот этого всего. И впадать вот в эту иллюзию бессилия, вот в этот туман погружаться. 98, примерно, с половиной процентов в тумане сейчас сознания людей. Сейчас я смотрю. Почти 99, чуть меньше. Где-то 98,5. Погружены в туман. То есть единицы практически вышли из иллюзии и живут себе спокойненько. Вообще их не касается фактически эта карма. То есть она отрабатывается у них, легко. Она может отработаться вообще легко, на раз просто. Когда есть этот ресурс, нет вот этого верования в иллюзию бессилия. Есть вот это соединение с Божественным. Божественное выдаёт все ресурсы на решение любых вопросов. И карма спокойненько этими ресурсами отрабатывается. То есть не ты свой личный ресурс тратишь в отработке кармы, а мир, Бог тебе даёт этот ресурс. И Бог, можно сказать, сам себе свою карму и твою, свою, вот эту карму и закрывает. И Бог хочет этого фактически. Чтобы люди проснулись, поверили и взяли уже этот ресурс, который он и так даёт всегда. и закрыли все свои вопросы по-быстрому. Всё, не надо верить в туман. Энергия сразу, планетарный источник вообще сразу открывается. Энергия восходящего потока идёт моментально. Ещё про ресурсы поговорим. Ресурс. Все ресурсы, которые божественная энергия выдаёт на решение кармы. То есть можно закрыть сейчас вообще любые вопросы, мне говорят. Денежные там, какие угодно, по здоровью, по личным отношениям, по всему. Ресурсы есть на абсолютно решение любого вопроса. Этот ресурс человек может брать. Но нет каких-то вообще ограничений, чтобы человеку этот ресурс выдался свободно вообще в открытом доступе. Эти ресурсы для всех открыты. Что надо? Как брать вот эти ресурсы? То есть первое, это снять, сконцентрироваться. Первое, да. Второе, это снять вот это верование в иллюзию бессилия, убрать вот это отождествление себя с этим туманом. И третье, это как-то взять эти ресурсы, которые Бог уже хочет просто вручить тебе в руки и фактически на, возьми уже и сделай, реши все свои вопросы, закрой. Как взять? Потому что тут тоже почему-то все не так просто, почему-то вот как будто Бог хочет дать, а человек не берет, не видит, как брать. Ну, не видит он, опять же, вот из-за этого тумана, да, но еще что-то есть. Почему не берет человек ресурс? то есть вообще все ресурсы открытые, ни одного закрытого нет. Бери и делай что хочешь, закрывай все свои дыры. Почему люди не берут? Вообще практически никто не берет. Почему люди не берут эти ресурсы? То есть, причем брать должны все, потому что, например, те люди, у которых много денег, то есть у них там закрыты, например, материальные вопросы, да, у них другие проблемы, и им тоже нужны ресурсы, но только на другое. У тех, у кого денег нет, ресурс материальный нужен, да, у кого там здоровье, у кого личная жизнь, у кого еще что-то. То есть масса вопросов, и у всех есть, не одна так другая тема. у каждого свое. И никто практически, я вижу, что вообще не берет эти ресурсы, которые в открытом доступе. Почему и как их взять? Ну да, непонятно, что значит взять ресурсы, разрешить, ну, позволить, что-то, просить Бога, решить, прописать. Ресурсы. то есть как будто мне показывают у людей, как будто глаза закрыты, то есть они не видят этого ресурса. Если бы они его увидели, они бы взяли, они просто тупо его не видят. Они, вот, грубо говоря, перед тобой лежит мешок с бриллиантами, а ты, у тебя глаза завязаны, ты не видишь этого мешка, там, или, не знаю, мешок, не знаю, чего. Каких-то мешок конфет, например. А человек не видит, у него глаза завязаны. не видит ресурсов, не видит этих возможностей, которые мне отдают. То есть, грубо говоря, вот у тебя всё лежит перед тобой, перед носом, а ты не видишь и не хочешь, от этого не можешь взять. Так, как открыть глаза? Открыть глаза, да. Как открыть глаза и увидеть эти ресурсы, эти возможности? Угу. Мне показывают правосудие. Через второе сегодня показывают. Мне показывают карту правосудия, где у неё глаза завязаны, но она всё видит с закрытыми глазами, с завязанными глазами. Так и человек, у него глаза закрыты, но он должен увидеть с закрытыми глазами. Сейчас мне ещё напоминают. Один раз я проходила на тонком плане через пространство сновидения, там через выход проходила, и у меня был такой экзамен, где, ну, такая проверка на открытие третьего глаза была мужской, где у меня были закрыты глаза, а я с закрытыми глазами должна была всё увидеть и рассказать. И у меня было такое впечатление, что у меня глаза закрыты, но мне всё время казалось, ну, потому что я всё вижу, да, мне всё время казалось, что у меня открыты глаза, хотя на самом деле они были закрыты. Я каждый раз проверяла, закрыты у меня глаза или нет, ну, что я вижу и так, как с открытыми, всё. Я вот три раза, я помню, проверяла, закрыты у меня глаза или нет, и мне сказали, всё нормально, что это и есть, как бы, что ты видишь с закрытыми глазами. Вот. И тут так же, то есть человек должен научиться видеть с этой повязкой на глазах, с закрытыми глазами, то есть это узреть некую истину должен человек. Правосудие – это что такое? Это когда мы видим, когда нам не надо смотреть глазами, мы изнутри знаем эту правду, изнутри видим, поэтому глаза закрыты, чтобы человек ни зрением, ни внешним объектом смотрел, а изнутри познал вот эту некую истину, увидел вот это вот сокровище, которое перед носом лежит, он должен увидеть с закрытыми глазами, в этом есть рост. То есть это есть вот это раскрытие внутренней силы, ресурса человека, как раз вот то, что туман пытается намаскировать. То есть туман, вот что по туману пытается этот сделать, это иллюзия бессилия. Она пытается создать иллюзию бессилия, соответственно, что как будто человек ничего не может, ни на что он не способен. Вот такая вот иллюзия, что, ну, как немощность какую-то создает, что человек такой немощный, ничего он ни на что не способен, ничего не может сделать, чтобы он там не делал все не так. Вот это вот, это и есть эта иллюзия. Она, кстати, вот я опять показываю территорию, она очень большая. Это некая сила, такая, создающая эту иллюзию. Вот не надо в нее верить. То есть человек внутри себя должен познать эту силу правды, силу видения вот этого сокровища, которое перед ним лежит, божественная энергия. То есть познать изнутри себя, почувствовать вот эту божественную энергию, что в нас есть этот божественный источник и его отнять невозможно. Закрыть его тоже невозможно. Уменьшить тоже его невозможно. То есть уменьшить его может человек только за счет своего неверия, попадания вот в эту иллюзию. Поэтому ее и запустили, чтобы, потому что это единственный способ сдержать человека от того, чтобы он познал свою собственную силу и могущество. То есть могущество имеется в виду не эго, а божественное могущество. Человек подобен Богу. В этом его есть могущество. Человек сотворяет. А он сотворить может как раз взять этот ресурс и закрыть все это. А этой противоположной силе ей невыгодно, чтобы человек закрыл все. Он же тогда все просто закроет и все. И будет свободен. Поэтому это есть некий сдерживающий фактор от того, чтобы человек был свободен. Ну, это такая последний рывок напоминает сдерживающего фактора для того, чтобы еще хоть как-то немножко сдержать. Но на самом деле невозможно будет вечно сдерживать. эта сила прорвется в итоге. Человек все равно рано или поздно познает свое внутреннее могущество, эту силу свою божественную. А как только он ее познает, и вообще не будет никаких вопросов, чтобы любые дыры своей жизни закрыть, потому что он познает соответственно это божественное сокровище, которым он берет ресурсы делает просто. Для человека нет ничего невозможного, мне говорят. Поэтому как только мы снимаем вот эту перену с себя, нет проблем вообще для решения каких-либо вопросов. То есть любой вопрос можно решить, стоит только задуматься о том, как его решить, и сразу ответ придет, и возможности придут, ресурсы придут, все придет. Например, там ты хочешь найти работу хорошую, только задумалась об этом, ты когда в этом ресурсе находишься в своей силе, мир сразу тебе раз, там, то, все, со всех сторон дает всякие возможности, открывает все ресурсы. Причем совершенно это может быть волшебным образом, то есть у всех будет по-своему, но это как чудеса такие могут даже начаться. То есть раз ситуация мгновенно как-нибудь разрешилась, например, раз там работа нашлась нужная, раз там деньги нашлись на что-то, раз там человека нужного встретила или еще что-то. То есть очень легко все. В общем, проблема в чем? Только в этом. Есть карма, есть сдерживающая вот эта сила, которая мешает человеку просто быть в своем собственном ресурсе, брать из этого ресурса все возможности и сотворять и быть свободным в этом. Как только ты разодождествляешься с этой иллюзией и силе, все, это есть свобода. С божественной природой как это сделать? Чего с божественной природой? Ну вот разъединиться с иллюзией непонятно, надо с чем ты соединиться. Ты то, что тебе надо соединиться, это не так. Ты соединена эта энергия через тебя проходит. Ты с ней не разделена, чтобы с ней соединяться. Просто она уменьшает свое действие из-за того, что ты в иллюзию веришь. А как только ты перестаешь в иллюзию верить, тогда просто она усиливается. То есть этот поток энергии в тебе, он усиливается. То есть твоя внутренняя сила, она как бы больше становится, ресурс больше, возможностей больше твори, что хочешь в своем мире, у тебя есть на всю энергия. То есть просто меньше иллюзия, она уменьшает личную силу, божественную вот эту энергию в тебе. То есть она как бы безгранична на самом деле, но просто человек, он когда в иллюзию верит, он как будто бы может только кусочек маленький какой-то из самого себя взять, потому что он не ощущает, что он есть вот эта безграничность, что у него все дано. Вот набери. Глаза закрыты, чтобы человек познал изнутри, не на внешние какие-то факторы опирался, что он там увидел, потому что то, что он видит, это может быть обманом, иллюзией, опять же, чтобы он изнутри научился видеть, чувствовать с закрытыми глазами, вот как я там экзамен сдавала, с закрытыми глазами, чтобы человек видел, когда он не опирается на внешние источники фактора, он по-настоящему как будто начинает видеть и чувствовать. Опять не проводят аналогию такую с ковидом, когда вкус и нюх пропадал, убирали один из органов чувств, это было на физике, то есть сейчас это на другом плане просто то же самое происходит, то есть надо убрать у себя восприятие через органы чувств и увидеть изнутри, то есть можно сказать подняться на следующую ступеньку восприятия вот этих органов чувств, то есть если человек там слышал, видел там через тело, например, то сейчас он должен те же органы чувств, только уже с более высокой позиции не через физическое тело, а можно сказать через тонкие тела восприятия своего, то есть видеть тонким зрением, слышать тонким слухом, осизать, обонять и так далее, воспринимать, то есть на следующий уровень выйти. вот этот туман он существует, не надо с ним бороться, но существует он и существует, как только ты разодождествляешься с ним, он не имеет силы никакой над тобой, все, мы уже это сделали, мы уже разодождествились, пока говорим, он вот он как, кстати, я вижу, что на энергетическую структуру влияет как раз щитовидка, это первое то, что идет, потому что щитовидка относится как раз к энергоструктуре, в принципе не только щитовидка, влияние на железы, все, у кого-то там разные железы, на каждую чакру по железе, через железо идет тонкий план, поэтому вытащить голову из тумана, вытащить себя из тумана, бессилие, перестать верить в эту иллюзию, все, больше нечего тут обсуждать даже, то есть итог какой ситуации могут решаться быстро и легко не обязательно нагружать себя вот этим тяжким грузом, вся карма может разрешаться очень легко и быстро, ресурсы на решение всех вопросов нам даны и открыты, и надо просто перестать погружаться в этот туман, больше опираться на божественное в себе это можно сказать верить в божественное в себе самого себя вера в себя в свои силы вот эта иллюзия она как будто внушает человеку, что он бессилен, что он ничего не может он там какой-то никчемный вот в это верить не надо человек могущественное божественное существо вот это надо осознать в себе и принять увидеть это надо потому что это иллюзия ее задача как бы увести отвлечь внимание человека перетянуть на вот это отвлечь от каких-то важных более событий что на самом деле когда человек в свой ресурс приходит в себя приходит он может увидеть что-то вот здесь вот что-то интересное у нас открывается то есть это как ловушка такая замануха типа не смотри туда знаешь как трюки показывают когда фокусники они здесь что-то тебе показывают а сами там что-то делают вот это примерно то же самое вот здесь нам туман навели а на самом деле внимание отвлекает от чего-то другого более важного Поэтому все эти внешние события Это вот этот туман Даже, кстати, военные действия Мне сейчас показывают Это тоже тот же самый туман То есть это отвлечение от чего-то более важного Чтобы люди Немножко Застряли Не видели того, что происходит на самом деле Что-то более важное Это что? Что-то большее происходит на самом деле От чего отвлекают наше внимание Внимание людей От чего отвлекают Опять же От задачи вывести Человека из равновесия Из веры В то, что человек это божественное существо Как только человек познает, что он божественное существо Он обретает свою силу И становится свободным А не всем выгодно, чтобы человек был свободным Как будто бы Есть силы, которые не хотят Человека свободно убедить А человек свободный И ничто не может поработить человека Человек даже в эту иллюзию Если и верит То это все равно всегда будет временный эффект А свобода, она всегда Она бесконечна Поэтому у любой иллюзии Есть начало и конец Есть протяженность Она не вечна Поэтому у этой иллюзии тоже есть конец А свобода бесконечна От чего нас отвлекают Показывает, что как дети в детском саду Должны быть чем-то заняты Чтобы делов не наделали Мне говорят Интересный такой парадокс То есть пока сознание У нас Как у детей Маленьких Они Дети маленькие Они могут что-то сделать И не понять Что они натворили Вот чтобы беды не наделали Иногда они Дети Играют Ну или делают что-то Вот Тайная Мне показывают Тайная Открылась Для человечества И все пошли там Не дай бог Что натворят И вот для этого Отвлекают Можно сказать Что это даже благо Отвлекают Заняли Человечество Там Какими-то другими вопросами Чтобы не лезли Вот Не натворили беды Какой-то Сила Открылась А Еще не доросли Маленькие еще Чтобы Во взрослые игрушки Играть Вот это примерно Так выглядит То есть Чуть-чуть надо Сознание Уровень сознания Поднять Чуть-чуть подрасти Сознанием Надо Когда дорастем Когда дорастем При жизни Ну растем Не знаю Переход из Детской группы Из ясельной группы Какая там следующая В детскую Или как они там называются Не помню Средний Из ясельной Из ясельной Младшей Примерно так То есть Переход Вот этот Как раз Из ясельной Там Младшей Или какую-то Средней То есть Задача Отвлечь От каких-то Важных Процессов То есть Это наша Безопасность Фактически Чтобы Мы Не стали Играть Во взрослые Игрушки Когда еще Нет Готовности И знания Как в них Играть То есть Все есть Игра Мне говорят И вот На какой-то Одной стадии Мы играли В одно Сейчас мы В переходной Стадии Мы Вот Отвлекают Нас Разными Темами Да Пока мы Переходим Мне говорят Что Пока переход Идет Нас Вот так Вот Развлекают Занимают Разными Задачами А потом Когда сознание Окрепнет То есть Мы Как вот Дети малые Чуть-чуть Вкусили Некое Состояние Какого-то Познания Сути Бытия И Сознание Это должно Окрепнуть Сколько-то Времени Оно должно Окрепнуть И потом Трудности Пройдут Постепенно Ну кстати Они быстро Достаточно Пройдут Точнее Не быстро А единовременно Когда сознание Большинства Людей Окрепнет Все трудности Сразу пройдут И Ну и все Дальше уже Новые правила Игры Новая игра Настольщий уровень Next Level Новые Меняются Как будто Правила игры Просто На следующем уровне Другая Сложность Другие Правила В общем Это переходная Стадия Поэтому Вот так Вот Сколько По времени Это займет Когда Окрепнет Сознание Людей Окрепнет У всех По-разному Это то Что я Рассказывала В видео Про Разделение Объединения На группы Люди Делятся Как бы Группами Такими Территориями Группами По-разному Это Сознание Окрепнет У каждого В группах Когда Сложный вопрос Не знаю Я сейчас Как бы Все время Вижу Одновременно Поэтому Мне как-то Сфокусироваться На датах Сейчас сложно Ладно Как-то Сконкретизировать Надо Когда Большинство Сознания Людей Окрепнет Это Когда Часть Мне показывают Уйдет Людей На перерождение Пойдет Вообще Не окрепнет Никогда Мне говорят У части Людей Все Как бы Такая вот Кучка Отвалилась Одна Первая Первая Кучка Отвалилась Никогда Мне говорят Дальше Дальше Идут Вот Эти Кучки Другие Группы И там У каждого Своё Перераспределение То есть Сейчас Вот это Перераспределение Идет По Кармическим Задачам По Ещё Чему-то То есть Как Переклассификация Людей Вот Если Все Какой-то Одной Масси То есть Вот Мы Жили У нас Были Был Один Устой Одни Правила Сейчас Мы Переходим В другое Там Другое Совсем И Идет Перераспределение В А-класс Второй Пошёл В В-класс Третий В Г И так далее Вот Всех Сейчас То есть Ну Ладно Разделим Это на Младшую Школу И старшую Школу Вот В младшей Все У одного Учителя Все предметы Проходили Это было Примерно Вот Стадия Там 3D Сейчас 4D Это Все Распределяются По классам Разным Кто Поспособнее В А-пошёл Кто не очень Так Пошёл В В Кто совсем Плох В Г А Ну Сейчас Распределение Идёт По классам Ну Выдаётся Перепрошивается Матрица Мне показывают Сейчас Мы проходим Стадию Перераспределения На группы На классы Люди Люди Все Про нас Лично Можно посмотреть Одинаково Со всеми Сколько По времени Когда Вот это Перераспределение Уже Более-менее Хотя бы Закончится Что-то Я не могу Со временем Определиться Плавает Время Ну Наиболее Вероятно То, что я Сейчас вижу Это какой-то Тридцатый Примерно год Но Время Честно говоря Плавает Я думаю Что какие-то Группы Быстро Будут Уже Вот сейчас На готове Какие-то Группы Я вижу А какие-то Ещё Долго Там лет Десять Может Ещё Займёт То есть Какой-то Такой Вот Там Внутри Ещё Какие-то Этапы Есть Вот В этом Распределении То есть Какие-то Группы Уже Готовы Мы На Какой Стадии Не На Самой Быстрой Сразу Скажу Нет Мне Не Дадут Такую Информацию Сейчас Потому Что Там Я Вижу Часть Какая-то Закрыта На Другом Мне Говорят Надо Сфокусироваться Не Об Этап Думаю В 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 Так Так То есть Что делать Как дальше Жить Сейчас Мне Мне Говорят Так Не Надо Усложнять Не Надо Делать Сложное Из Простого Все Что уже сказано Быть В Моменте Сейчас Чем Больше Мы Сжаты Во Времени То есть Мы Не себя И Время Сжимаем А мы Наоборот Как бы Убираем Время То есть Надо Разождествиться Фактически Со временем Да Координату Времени Убрать Когда Мы Выходим Из Состояния Линейного Времени А находимся В матрице В Моменте Здесь Сейчас То есть Ясное Осознание Своего Присутствия Там Как бы И кармы Нет Как будто Но У нас Она будет Потому Что Мы Не Настолько Можем Прямо Быть В Моменте Да Вот В этом Тотально Поэтому Когда Мы Вообще Если Сто Процентов Тотально Да Полное Просветление Ясность Ума Ясность Сознания Вообще Познание Себя Тогда Просто Карма Отсутствует Да Там Вообще Этого Не действует Уже Этот закон А Мы Сейчас Говорим Про то Где он Действует Поэтому Чем Больше Здесь И Сейчас Тем Легче Там И ресурс Дан Там И Бери И Твори Грубо говоря Делай Что Хочешь То есть Как это Работает На практике Вот Человек Который Фактически Не думает О завтрашнем Дне Точнее Человек Думает О завтрашнем Дне Но Не нагружает Себя Проблемами Завтрашнего Дня Вот так Вот То есть Человек Может Понимать Что у него Там Завтра Будет Да Какое-то Будущее Но Он Не Перетягивает Вот Эту Карму В Настоящее То есть Не думает О том Как он Там Завтра Будет Что Делать Человек Просто Пребывающий В настоящем И Что Может Сделать Человек Он Может Подумать Например Мне Надо Решить Там Какую-то Задачу Например Мне Нужна Новая Работа Хорошая Там Какая-то Работа Не Просто А бы Что Какая-нибудь Идеальная Для меня Работа Кстати Под словом Идеальная Может Еще Тоже Много Подразумеваться Поэтому Немножко Может Стоит Конкретизировать Хорошее Для меня В каких-то Планах Допустим Ну и Сильно Перегружать Тоже Это Желание Не надо Потому Как Идеальная С позиции Бога И идеальная С позиции Человека Может Вообще Две Противоположные Вещи Быть То есть Например Я хочу Хорошую Хорошая Подразумевает Под собой Там Не знаю Близко К дому Хороший Коллектив Там Допустим Хороший Доход И Что Происходит В этот Момент Когда Человек В моменте Живет Он Не нагружен Если Он Не нагружен Энергия Через Него Проходит Легко Он Думает Просто Мне Нужна Работа Все На Изъявляет Ну По Настоящему Изъявляет Ресурс Он Еще Только Мысль Услышав Этого Желания Он Уже Здесь Этот Ресурс И Как Только Человек Уже Договорил Фактически Ресурс Уже Пошел Работать То есть Ресурс Он Даже На Опережение Идет Человек Еще Додумать Не Успел А Ресурс Уже Пошел Ему Уже Работу Нашел Вот Так Вот Это Работает Сейчас Описываешь Мою Работу За эту Новую С клиентом Человек Он Что-то Говорит Это Все Уже Уйдет Процесс Все Вот Да Да Значит Ты Улавливаешь Пошла Отгруж Новое Время Ну вот То есть Ну так Сделай Это Видишь Ты Уже Познала Сделай Это Теперь На Практике То есть Нужна Новая Работа Например Все Вот Сейчас Делаем Практику Сразу Нужна Новая Работа Какая Хорошая Подразумевая Под этим Что-то Да Все И Ресурс На Это Уже Выделился Вот Я вижу Что Есть Еще Вот Это Неверие Где-то Застряло Немножко Надо Его Тоже Убрать Иллюзию Вот эту Убрать Бессилие То есть Нужно То Нужно Все И Нужно Вот это Нужно Его Надо Объяснить Внутри Себя То есть Если Нужно По-настоящему То ресурс Этот Он уже Знает Об этом И он Уже Идет То есть Энергия Уже Знает Она Уже Идет На Это Но Если Это Нужно Ты Говоришь Тебе Нужно А на самом Деле Это Не Нужно То есть Например Человек Познал Что Энергия Выдается Все Время И Начал Все Время Говорить Ой Мне Нужно То Все Пятое Десятое На самом Деле Это Вообще Не Нужно Тогда Эта Энергия Она Может Перестать Выдаваться Поэтому Не Надо Тут Перебарщивать Надо Брать То Нужные Отношения Нужно Там Какие-то Проблемы Решить Значит Все На все Это Есть Разрешение То есть Любая Проблема Любой Вопрос Может Решиться Абсолютно Любой Даже Не знаю От самого Пустякового До самого Масштабного Без разницы Абсолютно Разница Есть Только Именно В том Что Это Должно Быть Ну Обоснованно Для Вселенной То есть Это Должно Быть Действительно Так То есть Это Не должно Быть Какая-то Блаж Такая Чрезмерная Что А давайте Мне еще Вот этого Хотя Мне этого Не надо Совсем Там А вот У Васи Пети Это Есть И мне Дайси Тоже Вот А тебе Например Это Вообще Ни к селу Ни к городу Вот Это Наоборот Будет Это Ресурс Тоже Может быть Да Но он Как будто Дает Сигнал Вот этому Туману Что Ты Не туда Пошел И туман Может Опять Тебя Затуманить Ты Как бы Опять Начинаешь Тянуть Туда Поэтому Это Не Вообще Надо Убрать То есть Надо Брать Те ресурсы На то Что Надо Причем Это Даже Может быть Какая-то Мелочь Не знаю Чай Надо Хочу Попить Чаю Раз Те Энергия Встать Пойти Чайник Ключить Ну Вот До Мелочей Допустим И на это Будет Тоже Выдан Ресурс Несмотря На то Что Там Может Быть Куча Трудностей Для Этого Переезда На Все Будет Выдан Ресурс На Все Трудности То есть Сразу Энергия Идет Во все Инстанции Одновременно И все Вопросы Закрывает И все Складывается Легко и Быстро Не Надо Думать Как А Вот На Остальное Например Если Я не знаю Что Не надо Значит Если Ты Не Знаешь Значит Тебе Нет Необходимости В этом Не Надо Выдумывать Вот Ты Знаешь Что Долги Тебе Надо Закрыть Все Это Точно Тебе Надо Все Говоришь Мне Надо Все Уже Энергия Вот Я вижу Она Уже Пошла Но Она Пока Чуть Идет Ее Надо Еще Больше Поверить Надо Больше В себя В Силу Божественную В этот Ресурс Божественный Который Все Время Выдает Он Нескончаемый Там Нет Такого Счета Чтобы Посчитать Эту Энергию То есть Там Какие бы Долги Гигантскими Не казались Для Мира Это Пищенка Даже Меньше Это Вообще Ничто Поэтому Раз И Закрыл Долги Еще Сверху Денег Накинул Тебе Чтобы Компенсировать Твои страдания От этого Поверила Да Да Поэтому Вот Уже пошла Энергия Легко Все идет Легко То есть Мне говорят Еще о том Что Все таки Не забывайте О том Что карма В этот период Будет отрабатываться Она может Дать торможение Но Она даст Торможение Она не дает Торможение Этой энергии Она дает Торможение Человеку Если человек Как бы Начинает Погружаться В проработку Этой кармы То есть Карму Он тоже может Человек Легко Эту закрывать Потому что Ресурс Опять же Так же Дается На закрытие Кармы То есть Есть какие-то Кармические Долги Они так же Раз Из этого Ресурса И закрываются Можно сказать Это божественная сила В нас Она закрывает Эти Все вопросы Вот До какого Карма До какого срока Отрабатывается Тоже какое-то там Да Не думаю об этом Никогда Или наоборот Есть Есть такая Хорошая сила Называется она Надежда Без нее Человек бы Не смог жить Потому что Человеку Свойственно Всегда надеяться На лучшее Если бы Этой силы Не было бы Человек бы Просто впал В депрессию И умер бы Потому что Ну Вывозить Каждый раз Трудности Было бы Очень сложно А человек Несмотря ни на Какие самые Жесткие Трудности Никогда Не может Сдаться Потому что У него Всегда есть Надежда На то что А вот Может быть Там завтра Через год Через там Десять лет Вдруг будет Лучше И эта сила Она начинает Дохупитать Человека От этой Надежды И человек Продолжает Преодолевать Трудности То есть Не надо просто Думать о том Что все трудно Трудности Это не трудно Это и есть жизнь Трудности Это легко Вот Девиз нового времени Есть трудность Она легко решаема Потому что У тебя есть на это Ресурс Ресурс Вот есть Кармическая задача Раз Ресурс Пришел Раз Разрешил Все легко Делается Не впадать в иллюзию Верить В собственные силы Все Энергия идет Вот уже Решаем все вопросы Сразу Пусть будет Дана энергия На решение Всех вопросов Во всех сферах Пока мы в этом потоке Прекрасно Пусть у всех Разрешатся Все вопросы Насколько человек Готов Позволить себе Это сделать Сам Пусть решатся Все вопросы Во всех сферах Жизни Все кармические Долги Все задачи Все 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 На все Это Есть ресурсы Пусть все Это и решается Это уже И пошла Энергия Распределяться Не надо думать о том Какие долги Что Где Как Решаться Будет Это вообще Не важно Думать об этом Не надо Придумывать Вот это придумывание Это иллюзия Это наоборот Будет блок Ставить На том пути Который Бог Задумал Для нас То есть Мы вообще Никак Не должны думать О том Как этот вопрос Будет решаться Закрываться Это уже Не наше дело Ресурс открыт Все Пронесли Его через себя То есть Объявили Меру Что Мне надо На Тебе надо Держи Все Энергия пошла А Когда ты Думаешь Про что-то Конкретное Это Сужает Возможности Поток А когда ты Просто В этой Энергии Говоришь Пусть Решатся Допустим Все Вопросы То там Само Все Лучше Тебя Знает Куда И пойти И что Сделать То есть Может быть Тебе А может быть Тебе Этот мужчина Вообще Не нужен Например А ты Хочешь На него Энергию Перевести А Миру Другое Надо И тогда Получится Что Ну не туда А свое Ты допустим Пропустишь Поэтому Когда ты Чистый Потенциал Берешь Он сам Знает Куда Ити И какого Тебе Человека Привести Он будет Всяко лучше Чем ты Сейчас себе Придумала А может Будет И тот же Откуда Мы знаем Пути Господни Неисповедимы Поэтому Есть Проблема Как Говорила Махакали Есть Проблема Значит Есть Решение То есть Есть Вот Надо Фактически Сказать У меня Есть Там Какие-то Проблемы Мои Пусть Они Решатся Все И Вот Эта Энергия Она Пошла Сразу Распределяться Если Мы Ее Не Блокируем Не Препятствуем Ей В Туман В этот Не Впадаем Что Я Ничего Не Могу Я Тут Такой Никчемный Сижу Тут Ничего Не Умею Я Божественное Существо Бог Сотворил Нас Бог Проживает Познает Познает Для решения Всех Этих Вопросов Там Могут Быть Даже Вопросы О которых Мы Не Помним А Их Тоже Надо Закрыть Поэтому Можем Сказать Все Мои Проблемы Пусть Разрешаются Так Как Богу Угодно Все И Больше Не Надо Об этом Думать Даже Как Оно Будет Дальше Решаться Дальше Просто Надо Ловить Чудеса По факту Того Как Что-то Сбывается Надо Просто Поблагодарить Сказать О Так Вот Оно Оказывается Как Разрешилось Здорово А я А я И не Знала Что Будет Именно Так Спасибо Большое Потому Что Это Может Разрешаться Вообще Неожиданными Способами Которые Мы Даже Себе Представить Не Могли Ну Тут У Каждого Своя Будет История Так Ну Все Вроде Как